Привет, ребята! Всем привет! Мы в Алкаламске. Добро пожаловать на наш основной канал Лепота ТВ. И сегодня у нас в машине сидит няня Билли. Та, которая открыла шкатулку и разучила нашу опса разговаривать. Ань, мы будем долго еще помнить это. Вообще не представляем, как она так могла. Сегодня мы приехали, ребята, в Макдоналдс. Для того, чтобы снять с собакой вход разрешен. И не только сегодня Билли Бойчик будет что делать? Устраиваться, работать в Макдоналдс. У меня есть даже костюм специальный. Да, у Билли есть вот такой вот костюм. На влогом канале уже показывали. Да, мы показывали на нашем влогом канале Лепота Фэмили. Это что? Картошечка в руке. Картошечка фри. Макдоналдс перевернутый. Ну да, но это специально. Это шаурмишная, видите? А то он подойдет, скажет, я хочу к вам устроиться. И так сам перевернется немножко. Поэтому сейчас мы надеваем Билли этот костюм. Тетяня, снимай. И идем устраиваться в Макдоналдс. Я даже придумала там Билли профессию. Что он там будет делать? Он будет доедать с пола картошечку, которая падает. Пылесос. Тетяня, потяни вверх немножко. Вот это ты супер, молодец. Ну что, ребята, настало время надевать костюм. Давай, тетяня. Тебя потрогал Дональд Макдональд. Нет, подожди, сначала раз это, самый, раз это самый. Это уже интересно. Лапы вот сюда. Нет, вот они, да? Да, я знаю. На всякий случай. Нет, это передние лапы. Почему? Потому что... Я знаю, я знаю. Блин, это жесть. Это собачья одежда, она очень-очень странная. Очень странная. Билли, тебе удобно? Вот, смотри, какая прелесть. Подожди. Ага. Ага. Так он немножечко ему великоват, но я думаю, это не помешает ему устроиться на работу успешно. Как вы думаете, ребята, пишите в комментариях, примут Билли в Макдональд сработать или нет? А все уже надели. Только ему воротник надо поправить чуть-чуть. Да, сейчас поправим. Ну что, погнали? Пойдем? Эй, привет, Дональд, Макдональд. Погнали. Пошли, тетя Аня. Мы пока не рискнем заходить вот сюда. Хотя здесь, кстати, не нарисовано. А, нет, подожди, слушай, здесь не нарисовано, что с собакой. Там музыка будет. А, нет, вот есть большая собака. Большая собака нельзя. Но ты не большая собака, и ты в наморднике, поэтому тебе, наверное, можно. Но тем не менее, мы пойдем в окошко и будем ножны. Билли, ты не переживай только, на работу устраивается каждый, когда-то поймите. Здравствуйте. Мы хотим собаку к вам устроить работать. Он будет, короче, по полу у вас бегать и собирать все, что падает со столов. Можно устроить? Мы с удовольствием не резко не позволим. Бесплатно, бесплатно. Не резко не позволим. Может, договорите? Бай. Тогда просто поедим, да? Читбогер. Без сына. А можно без кетчупа его сделать? У нас кетчуп просто не есть. Можно, да? С сыром оставляем? Ну что, давайте оставим, а кетчуп уберем. Сыром? Нет. Более. Читбогер без кетчупа, как ты попросил. Двойной. Кто двойной? Чизбургер. Двойной без кетчупа? Ничего себе. Вот это да. И еще чикенбургер без кетчупа. У тебя есть три путя. Смотри, Билли, ты, если очень хочешь кушать, ты можешь сейчас попросить у тети Ани один наггетс и съесть его, а это все разделить со своим братом дома. Что ты выберешь, пупсик? Тетя Аня. Тетя Аня. Тетя Аня. А? Что, ты меня не слышишь? Слышишь. Дай, пожалуйста, один наггетс мне попробовать. А потом Билли такой, еще один, еще один. И у Ани нет наггетсов. Так, тетя Аня ищет для Билли наггетс один. Ух ты. Только давай ему без кожурки верхней, пожалуйста. Только внутреннюю часть фильма. Окей. А кожурку я сама, да, Светлана? Да, кожурку ты сама. И смотри, чтобы не горячо было. Подуй ему там все дела. Ё-моё, как вкусно. Тетя Ань, ты долго будешь там жевать? А, Билли, по трубочкам улетела. Билли, по трубочкам. Подуй, 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 подуй хорошо. Даш? Даш? Ой, Ань точнее. Да, перебутал. Ну, давай уже. Ммм, как вкусно. Спасибо, но мне больше не надо, Тетя. Все, хватит. Остальное дома поем. Мама, можно мне картошку попробовать у тети Ани? Ну, так и быть. Одну. Подожди. Ты что, все заточил? Кевин бы сразу все взял. Угу. Они постепенно. Они постепенно. Надо вытереть тебе ручку. Все, Билли, аж тебе хватит. Ребята, сейчас мы поедем домой. И Билли с Кевином будут дегустировать свои бургеры без кетчупа. Нам очень интересно, что же выберет Кевин, что выберет Билли, что выберут другие зверодетки. И это, короче, эксперимент. Да. Итак, зверодети, выбирайте себе бургер. Ммм, я хочу все. А я даже не знаю. Так, давайте я сейчас открою, порежу, и вы тогда определитесь. Это у нас чизбургер. Видишь, Кевин? Это чизбургер. Чизбургер, он у нас с сыром. Раз. А я и упаковку съем. Э, Кевин, Кевин, ты какую упаковку съем? Ты что? У нас есть гамбургер. Это точно такой же, как и чизбургер, только без сыра. Подожди, пока не кушаю, это нечестно. И у нас есть чикенбургер. Это с курицей. Фу, Билли, подожди. Мама! Подожди, Кевин, Кевин, подожди. Кевин, подожди. Так, давайте я порежу вам гамбургер. Сейчас я отрежу вам по маленькому кусочку, потому что вы же знаете, что зверодеткам нельзя кушать бургеры. Правильно? Мои хорошие. Так, один будет пробовать отсюда, а один будет пробовать с другой стороны дощечки. Вот отсюда. Ммм, я уже готов. Подожди, Кевин. Кевин, еще рано пробовать. Подожди, 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 подожди. Нет, нет. Теперь я вам отрежу чизбургер. Это у нас чизбургер. Сюда и сюда. И последнее у нас, что участвует в эксперименте. Ай, я вижу эту лапу. Я вижу лапу. Так, и последнее. Это чикенбургер. Один вот сюда Билли. Ой-ой-ой, падает, падает. Я уже не могу. Так. И один у нас Кевин. Так, ну что, кто первый начнет эксперимент? Гамбургер, чизбургер и чикенбургер. И у Беляши то же самое. Итак, зверодетки. Правила у нас такие. У вас есть по кусочку от каждого бургера. И какой вы себе выбираете, такой вы и съедаете. Ну вот, я имею ввиду, из этих вот маленьких. А остальные вы не трогаете. Потому что все знают, что зверодеткам нельзя. Много хлеба и вот такого вот мяса. Поэтому вы можете выбрать только один. Билли, давай начинай. Я выбираю, наверное, все-таки гамбургер. Так, гамбургер это у нас вот этот. Потому что он без сыра. Пробуешь? Ммм, это вкусно. Без сыра это ничего страшного. Потому что он и так очень сочный и вкусный. А, я так понимаю, тут еще и луков что ли нету? Я начну с котлетки. Мне очень нравятся котлетки. Так, Билли, ну хорошо. Ты выбрал гамбургер и можешь доесть свой гамбургер. Кевин, а что же выберешь ты? Я тебе пододвигаю поближе досточку. Ммм, я... Я... Я гамбургер тоже буду. Потому что Билли его выбрал. А я думаю, что Билли не ошибается в своем выборе. Кевин, ну ты бы лучше мяско бы сначала съел бы. На. Кивулик, чего ж ты хлеб кушаешь? Ммм, не хочешь мяса? О, это же говядина. Говядину я просто обожаю. Оно очень вкусное. Ммм, ничего, что я его выбрал, а не другой. Зрителям это будет интересно смотреть? Да ладно, конечно будет. Это же ваш выбор. А я еще хочу один выбрать. Эй, Билли, а, ну ты хлебушек тут не доел, да? Ну а какой ты хочешь выбрать? Я бы вот этот бы. Эй, ты что, весь съел? Ну только кусочек мяса, да? Кевин, а ты будешь тоже кусочек мяса? Ну если можно? Ну давай, один кусочек мяса и все, хорошо? И больше ничего. Эй, прям с хлебом откусил. Ты хлеб-то не ешь, мясо кушай давай. Мне очень вкусно. Мне нравится. А можно мне еще теперь выбрать один раз? Биллечка, ну нет. Ты же знаешь, что зверодеткам нельзя кушать Макдональдс. А я хочу. Эй, Кевин. Все, все, мои хорошие. Итак, ребята. Если выбирать из всех бургеров, ой, опять стащили, Кевин у нас предпочел точно так же, как и Биля гамбургер. То есть, ковяжья котлетка без сыра для них намного вкуснее, чем котлетка со всеми добавками. А куриную, кстати, из них вообще никто не выбрал. Но на самом деле и правильно, потому что, если вам видно на камере, она такая вся какая-то в этом в кляре. Десять раз жареная в масле, и вообще в ней ничего полезного нет. Поэтому зверодетки сделали правильный выбор. Нет, Кевин, все, мой хороший. И Биллечка тоже больше не будет кушать. У нас остались вот такие вот бургеры. Сейчас мы их скорбим тете Ане и зверопапе. Ну что, Кевин, ты доволен, что Билли тебя привез попробовать бургер? Да, я очень доволен. Только я бы тоже хотел потом с вами как-нибудь съездить в Макдональдс. Но мне так понравилось, что вы сделали мне такой сюрприз. Ребята, а также не забывайте смотреть прошлое видео, где Кевин был в Макдональдсе год назад. Мы его оставим в описании, чтобы вы смогли его пересмотреть. И если вам оно нравится, то напишите нам, пожалуйста, в комментариях под этим видео. И мы еще сходим с ребятами в KFC. Ребята, и не забывайте, пожалуйста, о том, что, конечно, звердеткам ни в коем случае нельзя кушать в Макдональдс. Мы в виде исключения дали им попробовать по котлетке. Да, Билли? А Билли хочет еще одну котлетку. Поэтому, пожалуйста, следите за своими питомцами и не кормите их всякими кладостями. Это был очень вкусный выпуск. Билли, а тебя на работу-то взяли в Макдональдс? А то б ты каждый день бы приносил. Не взяли, Кевин, не взяли. Ладно, пойдем расскажешь. Давай я зрителей поцелую тогда. Делай тут, делай. Зрителей, любимые мои.